Вообще, когда разговариваешь с людьми о христианстве в Армении, почему-то некоторые позволяют тебе говорить, что из-за христианства Армения потеряла свои земли, потеряла независимость и стала рабом у чужеземцев. Вот так ли это на самом деле? Давайте посмотрим чисто по фактам. Как они часто говорят, во время язычества у нас была империя Теграна Великого, а сейчас у нас практически всего лишь 29,6 квадратных километров. Ну давайте попробуем понять, так ли это на самом деле. Но только по фактам. Именно факты. Без фактов мы ничего не будем говорить. Четко по фактам. Итак, у вас перед глазами на экранах ваших карта Теграна Великого. Империя Теграна Великого, вот этого государства. Что мы видим? Вот такая большая-большая империя с зависимыми от этой империи колониями, которые подчинялись ему. Ну, надо сказать, что империя Теграна Великого возникает с 95 по 65, по 55 года, прошу прощения. То есть, эта империя, ну, его пробление само, да, 40 лет. Но мы знаем, что до Теграна Великого также был такой великий один из основателей Арташес Первый, завоеватель, основатель такой одной именно династии Арташесидов или Арташесианов. Вот в 190 году, получая армянское государство независимость, появляются именно Арташесианы, Арташесиды. И с 95 по 55 года доходят до своей кульминации, до своего зенита могущества. То есть, в 40 лет они вот в таком состоянии были. Но что происходит? С 55 до Рождества Христа, до первого года после нашей эры, можно сказать, нашей эры уже, мы видим, что династия Арташесианов или Арташесидов просто приходит к упадку. В первом году она просто исчезла с лица земли. И Армения стала зависимым государством, потеряла свою независимость в первом году нашей эры. За 300 лет до принятия Армении христианства Армения потеряла свою независимость, друзья. Это должно быть чисто по фактам, да, мы говорим. Но, также у вас на глазах карта, мы видим, это Артавас II во время его правления. Тоже уже Армения все меньше и меньше становилась. И в дальнейшем уже теряет свою независимость и становится вассалом Римской империи. Что происходит дальше? В 66-м году после Рождества Христа приходит другая династия в Армении, династия Аршакуни. Давайте, и в 387-м году, в 387-м году Армения теряет свою независимость. В 66-м году приобретает, в 387-м теряет. Давайте посмотрим на карту. Вот, перед вами карта, значит, армянского государства с 298-го по 387-м года. Довольно-таки, ну, нормальная карта. Тогда даже Армения называлась Великой Арменией. Да, в 301-м году Армения принимает христианство. В 387-м теряет свою независимость. Прошло сколько лет? Давайте посчитаем. Прошло 86 лет. То есть, в христианстве, начиная с принятия христианства Армении, 86 лет Армения находилась в независимом. Христианская Армения уже. То есть, вот так. Далее. Что происходит далее? Армения становится, ну, подчиняется, восточная часть, вот перед вашими глазами, восточная часть Армении подчиняется, значит, Персии, сасанитскому Ирану, сасанитской Персии. А вот западная часть подчиняется Византии, к рекам. Западная часть чуть меньше. Что мы из этого можем сказать? Ну, на самом деле, да, Армения потеряла независимость свою в 308-м году. И в 424-м году уже прекратила существование династии Аршакидов. Они просто были уничтожены Персами. Но, надо вам сказать, что за все время своего вот такого состояния постоянно, вы просто представить не можете, как часто возникали восстания в Армении. Как часто армяне воевали против своих, так сказать, земельных господ, если можно так сказать, против этих чужеземных захватчиков. Огромное количество. И я вам скажу одну интересную вещь. Именно церковь способствовала тому, чтобы Армения восставала и пыталась снова восстановить свою независимость. И вот, на смену Персам и Грекам приходит арабский халифат в дальнейшем. Что происходит? И в 885-м году, в 885-м году, перед вами, да, карта, уже, как вы догадались, это Багратиды, или Багратуни. Вот новый княжеский род, новый, который становится уже королевским родом, царским родом. В 885-м году Георг Гарнетси, католикос, его рукополагает, как раз, ну, не рукополагает, коронует, правильно говорит, а коронует царя. В 885-м году это считается год возникновения новой независимой Армении, Багратидской Армении. Чтобы вы поняли, это уже эпоха принятия христианства прошла примерно 580, да, 524 года. Что происходит? То есть мы видим, что армяне, будучи христианами, восстанавливают свою независимость. Притом, активную свою поддержку армянскому народу дает церковь. Если вообще можно так выразиться, что церковь дает поддержку народу, потому что церковь и есть народ в данном случае. Мы видим, это территория Багратидской Армении. Вот, смотрите, огромная территория, не такая уж и маленькая, да. То есть, если империя Тиграна Великого существовала, ну, максимум 50 лет, друзья, максимум с 95 по 55 года, то аршакиды, армянские аршакиды, ну, в христианстве, можно сказать, да, существовали с 301, если так сказать, да, до 387 года они имели независимость. А Багратидская Армения с 885 года по 1045 года, друзья, это тоже надо брать в расчет, то есть 160 лет, друзья, 160 лет они существовали. Перед вами другая карта, это династия Захарянов, Захаридов. Вот, посмотрите, тоже их территория. Они по чуть-чуть уже освобождали наши земли, они даже и Арцах освободили, и многие-многие другие районы, и Воспуракан, и другие области Армении освобождали. Они примерно 105 лет существовали, с 1201 по 1306 года. Многие говорят, что они были под властью грузинов, Грузии, ну, они имели широкую автономию, друзья, это тоже надо брать в расчет. И еще одно государство, то есть надо посмотреть, это Киликия. Киликия – это чисто христианское государство, друзья, которое мы должны брать в расчет и посмотреть с 1080 года до 1375, а в некоторых случаях горная Киликия существовала до 1424 года. Это 364 года Армения, Киликия – это теократия, понимаете, христианство было государственной религией всех этих государств, этих династий Захарянов, династий Рубинидов, и так, ну, это я про Килики уже, да, потому что конкретно не будем их династии затрагивать конкретные. Эти все династии, эти все государства, Киликия, Захаряны, Багратиды, Аршакиды с 301 года – это все, друзья, чтобы вы поняли, это все являются христианами, христианские государства. И вот возникает вопрос, о чем вообще, что имеют в виду эти люди, когда говорят, что из-за христианства Армения прекратило существовать. Да вы посмотрите, сколько лет именно, чисто по фактам, существовало эти христианские государства. Когда сравниваешь империю Тиграна Великого, да, она была по объему большая, но она существовала всего лишь 50, 40, я извиняюсь, 95 по 55 года. А эти государства, вот, например, Киликия – 364 года, династия Захаранов 105 лет, Багратидское царство – 160. Да, то есть они больше существовали. И по территории, по территории, если вы посмотрите, довольно-таки большие государства были. Да, и Армения просто была в расцвете во время Багратидской Армении. Правда, это просто, это, к сожалению, Анипал, город Анипал. Вот так, друзья мои. По этой причине, чтобы знать больше, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задайте свои вопросы, интересуйтесь. Не верьте, проверяйте, друзья мои, не верьте всему, что говорят, просто проверяйте. В особенности, когда говорят про церковь, что ли, или про христианство. Проверяйте, негативные вещи имею в виду. Надо проверять обязательно, не просто так говорить. Вот мы по фактам прошлись и посмотрели, что на самом деле говорили очень субъективно. Очень субъективно говорили, друзья.